Итак, мы установили CMS WordPress, теперь давайте перейдем к установке темы оформления нашего магазина, но сначала мы оптимизируем рабочее пространство. Давайте уберем все лишнее с консолей, для этого кликаем по раскрывающемуся списку настройки экрана и убираем флажки из всех этих чекбоксов, кроме на виду. Далее нам необходимо обновить движок WordPress, кликнув по соответствующей ссылке, а затем в появившемся окне в области русская версия WordPress кликаем по кнопке обновить сейчас. Итак, наш WordPress обновлен, теперь давайте установим тему оформления. Для этого наводим курсор мыши на вкладку внешний вид и выбираем темы, в появившейся области кликаем по кнопке добавить новую, а затем в области поиска тем в правом верхнем углу вводим название e-commerce market. Нас будет интересовать вот эта тема, наводим на нее курсор мыши и кликаем по установить, а затем по кнопке активировать. Теперь нам нужно установить основные плагины, необходимые для нормальной работы нашего магазина. Плагины это такие готовые программные решения, призванные сделать наш магазин более разнообразным и функциональным. Итак, для установки плагинов мы наводим на панели консоли на вкладку плагины и выбираем добавить новый. Далее в области ввода плагина, расположенной в правом верхнем углу, нам нужно ввести название плагина, который мы хотим установить. Давайте для начала установим решение, которое позволит сделать из нашего сайта полноценный интернет-магазин. Итак, мы вводим в e-commerce. Нас будет интересовать вот этот плагин. При установке плагинов сверяйте название и автора разработчика с данными того плагина, который вам рекомендуют использовать. Также можно обращать внимание на показатель совместимости с вашей версией WordPress. Плагин может быть совместим, несовместим и нетестированный. Итак, для установки плагина кликаем по одноименной кнопке, а затем поактивировать. В результате установки, если вы все сделаете правильно, перед вами откроется мастер настройки плагина WooCommerce. Здесь вы производите установку стандартных параметров. Выбираете страну, где будете осуществлять свою деятельность. Далее в этой области прописываете улицу, номер дома, где будет находиться представительство вашего магазина. После чего вводите в этих областях название вашего города и индекс по месту нахождения представительства магазина. Чуть ниже выбираете валюту, в которой будете принимать оплату. Далее выбираете из раскрывающегося списка, какие товары будете продавать. Здесь можно выбрать одну из трех позиций. Вы можете продавать только физические товары, только цифровые, либо и физические, и цифровые товары. Итак, выбираете нужный вариант из этого раскрывающегося списка. К цифровым товарам относятся различные лицензии, либо обучающие курсы. Если собираетесь осуществлять продажи лично, то устанавливаете галочку вот в этом чекбоксе. Далее в этом разделе вы разрешаете разработчикам плагина WooCommerce собирать информацию о корректности работы плагина в вашем магазине с целью улучшения качества работы соответствующего решения. Итак, посмотрите, я заполнил поля для создаваемого нами магазина. И теперь для перехода к следующему шагу необходимо кликнуть по кнопке «Поехали». В следующем окне нам нужно выбрать, какие платежные шлюзы мы будем использовать. Итак, если вы хотите использовать прием оплаты за товар через систему PayPal, то оставляете этот маркер в активном положении. Если не желаете использовать, то маркер снимаете посредством клика левой кнопкой мыши по нему. Также, если хотите принимать PayPal платежи без привязки к своему аккаунту на сервисе PayPal, то устанавливаете здесь галочку вот в этом чекбоксе. Итак, я оставлю прием через PayPal. Далее мы переходим к настройке других платежных шлюзов. Для этого кликаем вот по этому значку, который активирует область настройки других платежных шлюзов. Здесь можно активизировать прием оплаты чеками, безналичный перевод и оплату наличными при получении товара. Чеки вовсе не актуальны для нашего русскоязычного рынка, поэтому я активизирую банковские переводы и оплату наличными. Для активизации данных шлюзов вам необходимо перевести соответствующие маркеры в активное положение посредством клика по ним левой кнопкой мыши. После того, как все настройки на этом шаге завершены, кликаем по кнопке продолжить. Теперь нам нужно настроить варианты доставки. Тут мы должны будем определить зоны доставки. Давайте сейчас произведем стандартные настройки. А когда уже будем настраивать функционал магазина, тогда обратим на это более детальное внимание. Итак, у нас будет одна зона Россия. Да, по-хорошему нам нужно настроить две зоны. Одна Россия, а вторая по городу, где находится ваш магазин. Но WooCommerce может настроить только зоны по стране, а не по городам. И поэтому мы будем использовать только одну зону Россия. Итак, теперь давайте для зоны Россия установим пока стоимость доставки 300 рублей. Далее, также вот в этих разделах можно из вот этих раскрывающихся списков выбрать другие параметры изменения размеров и габаритов товаров. Я здесь ничего менять не буду. Теперь, после того, как все нужные нам параметры установлены, на данном шаге мы кликаем по кнопке продолжить. Следующий шаг я пропущу. Кликнув по ссылке пропустить этот шаг. На следующей странице делаем то же самое. Теперь перед вами открывается последнее окно. Во-первых, вот в это поле можно ввести адрес электронной почты, на которой вы хотите получать актуальную информацию о плагине WordPress. По умолчанию здесь установлен e-mail, который мы указывали при установке CMS WordPress на сайт. Для изменения e-mail просто введите его в вот эту область. И для получения информации о новинках кликните вот по этой кнопке. После чего в новой вкладке браузера откроется окно, где вы должны будете подтвердить свое желание. Чуть ниже вам нужно выбрать, что вы хотите сделать далее. Вы можете создать первый товар, импортировать товары из архива из другого магазина, посмотреть настройки или просто вернуться в консоль настроек. Мы вернемся в консоль настроек, поэтому кликаем по кнопке перейти в консоль. Посмотрите, мы вернулись в нашу панель редактирования. Теперь нам нужно установить серию плагинов для контактирования с клиентами. Это во-первых, плагин WP Forms для создания форм. Во-вторых, это плагин PubUp Maker для создания всплывающих окон. И плагин MaxButton для создания и размещения кнопок на сайте. Итак, переходим в режим загрузки плагинов и вводим название WP Form в области поиска. Затем выбираем вот это решение, у которого на аватарке изображен медведь. Кликаем по кнопке установить, а затем поактивировать. Если вы все сделаете правильно, то перед вами откроется вот такое окно. Далее возвращаемся в режим поиска новых плагинов и вводим в область поиска название PubUp Maker. Нас будет интересовать вот это решение. Мы кликаем сначала поустановить, а затем поактивировать. Далее кликаем по пропустить. Возвращаемся в режим поиска новых плагинов и вводим в область поиска MaxButton. Нас будет интересовать вот это решение. Кликаем поустановить, а затем поактивировать. Итак, мы попали в панель установленных плагинов. Давайте удалим вот эти два шаплонных плагина. Для этого необходимо кликнуть по ссылке удалить расположенной на экспресс панели возле каждого плагина. Сейчас давайте установим еще один плагин, который нам позволит настроить для сайта кнопки ссылки на наши аккаунты в социальных сетях. Итак, в области поиска новых плагинов вводим Ultimate Social Media Plus. Нас будет интересовать вот этот плагин. Кликаем по кнопке установить, а затем поактивировать. Итак, все основные плагины мы установили. Теперь нам нужно перейти к настройке интерфейса нашего магазина. Об этом и поговорим на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok